Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам, но не моим, а ароматам наших друзей, с которыми мы сейчас путешествуем. У нас большая компания и много мужчин, и они все мне раздали свои парфюмы. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть парфюмов разного направления. Есть и люкс, есть и ниша, есть какие-то более легкие, есть прям такие тяжелые, насыщенные. Все раскрываются просто чудесно в этом климате тайландском, здесь очень жарко, очень влажно. И любой аромат раскрывается, мне кажется, на все свои 100%, на максимальное просто свое звучание. Отдает просто все-все-все до последней капли. А эти ароматы, знаете, было очень интересно обонять с наших друзей. То есть мы давно общаемся, я знаю, кто чем пользуется, могу угадать. Ну, тем не менее, здесь даже это невозможно иногда sometimes, я хотела сказать, иногда просчитать, что же это такое, потому что настолько другое раскрытие идет. Давайте начнем. Есть прям один королевский, знаете, аромат, просто такой вот нереальный король. Король или королева, ну все, бомба. Я его оставлю на самое-самое завершение видео, на десерт. Начну, наверное, с нашего любимого Тома Форд. Вот такой красивый 100 мл флакон металлика был привезен одним из наших друзей. Металлик, Том Форд. Ну, флакон просто чудесный, мне кажется. И отражает его содержимое. То есть он такой металлический, с золотом, да. Как-то чуть-чуть холодный и чуть-чуть вот такой теплый, сладенький. Я его пробовала когда-то. То есть я никогда не хотела им обладать. Ну, мне нравится дизайн, да, он неплохой аромат. Я его пробовала, да, металлический какой-то аккорд, чуть-чуть ванили, чуть-чуть там какого-то молока, лактонность, да, это называется. Но здесь он в дребезке зазвучал по-другому. Здесь он реально пахнет алюминиевым ведром. Алюминиевым ведром, наполненным молоком. И вот это алюминиевое ведро стояло где-то в такой огромной морозильной камере, и вы его вытащили. То есть когда вы наносите этот аромат, он реально холодит вас. Он просто вот такой вот охлаждающий, обжигающий, холодный, молочный. И потом, когда вот вы уже ходите здесь какое-то время в этом влажном, жарком воздухе, появляется ваниль. Ну, такая, совсем-совсем чуть-чуть. Если раньше, когда я его пробовала, когда он только вышел, это была такая сгущенка, он был более сладкий, то здесь он реально вообще не сладкий. Он вот такой какой-то дребезжащий, металлический. Думаю, что просто этот климат не очень подходит к данному конкретному аромату, но наш друг его носит и мешает его еще с одним ароматом, который как раз будет в конце. И вот вместе это просто потрясающая получается композиция, потрясающий дуэт. Ну, я его вам покажу в конце и напомню, как они вместе сочетаются. Очень стойко, очень красиво на любителя. Знаете, на любителя. Если вы любите дендоле, молочный зуб от лютанца, вам понравится. Металликус можно даже смело брать слепую, потому что они схожи. Но металликус, он более такой, наверное, все-таки теплый, сладковатый, если мы не говорим про климат жары. Если мы говорим про такое нормальное европейское лето, более сухое, то, конечно, это будет сгущенка. Если мы говорим Таиланд, не берите. Это алюминиевое ведро. Ну, это тоже, это особенности кожи, игры кожи. Это на разных людях будет все это раскрываться по-разному. Следующий аромат будет такой люксовый. Люксовый. Этот бренд у меня еще не был в обзорах ни разу. Это Труссарди Black Extreme. Такой вот маленький флакончик Труссарди Black Extreme. Я ему надушилась. Это такой очень хороший, качественный, фужерный аромат. Скорее мужской, потому что, ну, на себе я его не вижу. Обычно я готова примерить какие-то ароматы на себя, но вот не в этом случае. А здесь очень красивый ваниль. Может быть, там даже где-то есть гвоздичность чуть-чуть. Ну, и вот все вот такие хвойные ноты, да. Они здесь есть. Как мне кажется. На моей коже это выдает вот этот вот немножко аккорд таких свежаков. Ну, типа... Забыла. Забыла название. Знаете, бывают такие акватические композиции. Оно у меня что-то такое вот почему-то выдает на мне. Но на мужчинах звучит очень классно, особенно вечером. Особенно вечером обычно мы все душимся, когда идем куда-то, например, на ужин или куда-то на прогулку вечернюю, да. Это классно. Если мы подушимся этим с утра, то это все слетит и вообще вы забудете об этом, еще не выпив первую чашку кофе. Так что это аромат вечерний и, на мой взгляд, это однозначно мужской. Такая хорошая, ну, не старая школа, но с оглядкой на старую школу. Да, наверное. Наверное. Ну, вот сейчас я говорю, у нас сейчас... Я стою в тени, ну, 3 часа дня. Это вот самый такой пик жары. И я нанесла его где-то, ну, наверное, час назад с ним походила. И вот практически сейчас я его уже не чувствую, не ощущаю на своем запястье. Так что это такое... Как бы рулетка, да, вечером классная. Сейчас не очень. Следующий аромат будет просто... Я не ожидала сама от себя такого. Мы пошли в ресторан, и вот наш друг Алексей, он им надушился и спрашивает, ну что, что у меня? Как ты думаешь, дал понюхать запястье? Я говорю, и в Сен-Лоран. Сен-Лоран? Да, да, да. Но я почему-то решила, что это мужской и в Сен-Лоран. Нет. Девочки, это просто песня. Это какая-то невозможная красота. Это Libre от Eves Saint-Loran, а Eau de Parfum. Eau de Parfum, концентрация. Ну, не знаю, он и на мне красивый, и на мужчинах красиво. Это вот просто, знаете, такой потрясающий улучшатель настроения. Очень какой-то головокружительно, сладко-пряный букет. Тут флёр д'оранж. Здесь очень красивые фруктовые ноты. Здесь, ну, просто, вы знаете, много-много-много всего. Очень такая по-хорошему из 90-х композиция. Но вот в наше время её перенесли. Аккуратненько-аккуратненько, чуть-чуть там как-то совсем немножечко что-то вот переделали. Но в целом это такой хороший вот, ну, в духе, наверное, чёрного опиума, black опиума, первого. Не первого вот, который, ну да, black опиум, первый, который самый. Уже потом пошли у нас ремейки и так далее, и так далее. Но вот это вот что-то из той же серии, что вызывает улыбку, что вот прям хочется нюхать его, нюхать постоянно, вот идти за шлейфом. Очень красивый аромат, очень жизнерадостный и очень красиво раскрывается действительно на молодых людях, на мужчинах. Это просто бесподобно. Нравится всем, нравится всем. Это, знаете, это такие вот прям алкогольные нероли. Нероли, залитые таким вкусным сладким ликёром, наверное, сливовым или вишнёвым, ну, каким-то таким, да, ягодным. Это бесподобно. Это бесподобно. Ну, будем пока пользоваться, наверное, вместе, пока мы вместе тут кукукаем. Но потом, слушайте, придётся брать. Я как-то так их особо не оценила, когда вышел этот парфюм. И уже, по-моему, есть и интенс, и какие-то разные версии. И туалетная вода, и лимитированные какие-то, да, флаконы были. Слушайте, ну вот всё зависит от климата. Вот здесь это просто бесподобно красиво. Где-то ещё, может быть, это будет уже не так красиво. В общем, всё нужно пробовать. В Таиланд, если у вас есть вот этот Yves Saint Laurent Libre, то берите, берите. Если собираетесь в жаркие страны, берите, носите. И прям, мне кажется, одного флакона будет достаточно, чтобы просто, ну, наслаждаться. Наслаждаться красотой природы, наслаждаться вот всем-всем-всем вот этим вот необыкновенным раскрытием этого аромата вот в таком вот именно климате, да. Следующий аромат тоже будет Нероли, тоже мои любимые ноты. Я обожаю флёрт оранж, я обожаю Нероли, всё вообще белое-цветочное. Наверное, тубероза моя, конечно, фаворит, но Нероли, они более такие для меня жизнерадостные. Тубероза бывает немножко, как это называется, муди с характером, то есть непредсказуемая нота, а Нероли для меня всегда просто жизнерадостные, потрясающие, счастливые цветы. Обожаю, обожаю аромат с Нероли, да. Это Нероли Оранжер от Матье Премьер. Так получилось, что мы купили два аромата вместе, когда на мой день рождения, когда мы были в Порто, я взяла себе Паризиан Маск, а вот Алексей, наш друг, взял Нероли Оранжер. Ну, как взял? Я посодействовала, потому что я говорю, ну, ты такой красивый, высокий блондин, ну, у тебя должны быть эти Нероли. Но они, правда, ему очень идут. И вообще, Нероли, это всё-таки для блондин, извините, брюнеты. Ну, вот мне так кажется, если мы говорим о мужчинах. Ну, это неважно, это так я. Лирическое отступление. Обожаю, обожаю. Это, вы знаете, это вот чистые, ничем не приукрашенные Нероли во всей их... Кто-то скажет простоте, но для меня это простота на грани фантастики. Это пряно, это чуть-чуть с горчинкой, это чуть-чуть подмыливает, это чуть-чуть сладко. Ну, тут всё. Тут и сладость, тут и горечь, тут и цитрусовые ноты, и белоцветочность. Это очень красивый, сложенный, вот именно белоцветочный аромат. Без характерной туберозы, именно вот со всеми такими простыми, в кавычках, вытекающими последствиями. Очень классный аромат Нероли Аранжер от Матье Премьер. Если у вас ещё нет Нероли, например, от Лилаба или, я не знаю, ещё каких-то Нероли, то обратите на них внимание, если вы любите реально ароматы с Вильорд Оранжем, то, да, хороши. Вот, я очень люблю их, люблю Лилаба, люблю Сержа Лютанса, ну, я их подарила Розе, потому что для меня они были, там была, да, там была вот эта вот стервозная немножко тубероза, и как-то вот она для меня перекрывала всю вот эту жизнерадостность аромата. Ну, это моё такое мнение, он тоже хорош, и, конечно, узелок от Боттега Винетта. Прекрасные Нероли, прекрасный аромат, вот, да, вот что-то вот из этого рода, если вы любите, если у вас вдруг ещё нету, и вы думаете, вот попробуйте вот этот аромат. Матье Премьер хороший, хороший, качественный. Про стойкость ничего не могу сказать, потому что вообще Флёр Д'Оранж и ароматы Снероли, они, как правило, не самые стойкие ароматы в мире, но всё равно неплохая стойкость. Слушайте, тут так жарко, я просто стою, не знаю, если вдруг тут вообще у меня что-то поплывёт, я вообще практически не накрашена, то есть у меня совсем вот прям легко-легко накрасила лицо специально для видео, так, конечно, я здесь вообще не крашусь, но для видео, мне кажется, необходимо накраситься. Следующий аромат. Следующий аромат для меня была вообще тёмная лошадка, даже я бы не сказала не лошадка, а лошадь, такое тёмное животное, с не самым красивым флаконом, но содержимое у него, знаете, меня впечатлило, это Филипп Плейн Ноу Лимит. Ну, флакон, конечно, я не знаю, это не мой стиль, но, наверное, как бы мужчины, видите, купили, им нравится. Насколько я знаю, тут у нас уже, по-моему, дубль этого флакона, это не первый флакон, поэтому, да, нравится. Почему я сказала тёмная лошадка, потом сказала тёмная лошадь, тут реально какой-то монстр в этом флаконе поселился, тут такой замес, тут просто, тут у нас и кожа, тут у нас и какие-то уды, ну, уды такие очень лёгкие, вон идёт обладатель. Тебе нравится этот аромат? Да. А что ты в нём чувствуешь? Я его не буду, хочешь показаться, но он без майки, тут все без майки ходят. Хочешь показаться в виде? Ты плохо выглядишь? Ну, если не хочешь, я не настаиваю. Что ты там чувствуешь? Тамерлан. Тамечка, да. Много чуть-чуть, да? Нет, вот твой. Ой, я прям ткнулась. Ничего, не знаешь? Ну, классный аромат, не нравится. Классный аромат, говорит, мне нравится. Мощный. Мощный. А что я чувствую? Я тут чувствую реально коней. А? Кожа и конная сбруя. Есть такое? Ага. Всё, и тут все в шоке. Ходят с меня с этими ароматами, но слушайте. Реально, аромат кожаный, аромат немножко с таким говнецом в хорошем смысле. Намешано просто дофига всего. Я не исключаю, что здесь какая-то есть амбра, есть лаванда, может быть, чуть-чуть гвоздичность, анис, какие-то специи, какие-то пряности. Ну, я серьёзно вам говорю, не смотрите вот на этот флакон, а пойдите и попробуйте. Очень классное распыление здесь. То есть, ну, вообще, его, мне кажется, носить прикольно с собой, там, куда-то это положить. Ну, просто это не мой стиль, вот эти вот флаконы. Ну, почему нет? Что касается содержимого, содержимое действительно очень удивило, поразило и приятно. Очень приятно поразило. Мужской, не женский, нет. Я так пахнуть не хочу. Но не исключаю, что если вот на какое-то, знаете, деловое мероприятие, где нужно показать себя с такой немножко, так сказать, хищной стороны, да, на каком-то, может быть, на переговорах или ещё что-то, он, конечно, так подбодрит, он, конечно, может вас настроить на нужный лад, скажем так. Вот именно с хорошим говнецом аромат. Ну, кто любит ароматы, тот меня поймёт. Итак, это был Филипп Плейн, No Limit, Дубль, некоторых товарищей. Ну, красивый, правда, красивый. И аромат похититель моего сердца, аромат, ну, какой-то вот просто королевский, шлейфовый, невероятно мощный, который хочется вот просто вот раскладывать. А потом думаешь, да ну его нафиг, пусть уже вот льётся песня, и будем слушать. Это льомат от Медитироса. Так, сейчас я, да, Медитироса. Я потом все названия подпишу. Мы покупали этот аромат вместе с его обладателем Димой в Риге, в бутике Нероли, бутик Нероли, в Риге. А Лена там была хозяин, хозяйка, бесподобный бутик. Если будете, обязательно заходите. Ну, правда, вот, девочки, честно, шикарная подборка, шикарные консультанты, всё знают. И о парфюмерии, и обо всём. То есть, ну, я насладилась вообще полностью и бутиком, и общением. И там я как раз нашла свои любимые Strange Love, Нью-Йорк. Просто, это поразительно. Лёмат, там мы приобрели Лёмат. Долго выбирали, конечно, у этого бренда все ароматы. Хорошие, все ароматы, не то, что хорошие, восхитительные. Это, знаете, это даже не аромат, это произведение искусства. Каждый аромат как картина. То есть, если мы, например, говорим, ну, простите меня, поклонники Libre, это как бы постер, это печать. Да, вот, бывает картина печать, да, вы, есть у нас Мане, вы его распечатали, вставили в рамку, повесили. Но это не настоящий Мане. А настоящий Мане, это вот это. Это, ну, реально вот искусство. Это арт в чистом виде. Лёмат. Что это и с чем его едят? Я не знаю. Здесь, конечно, аромат а рози. А рози такой глубокой, пряной, насыщенной, маслянистой, роскошной. Огромные кусты этих, ну, естественно, бордово-красных шкучих роз. Пачули. Ну, в общем, знаете, вот, когда я рассказываю, это довольно просто. Роза-пачули, да. Но помимо этого я здесь слышу, чувствую и амбру, и какую-то табачность, и какую-то животную ноту. Простите, у меня тут это, мошки и животные ноты. А на жаре, вот в этом влажном климате, повторюсь, 130-й раз, вот это вот всё превращается, ну, знаете, как ковёр-самолёт. То был просто ковёр, а стал ковром-самолётом. Был постер Мане, а стал настоящей картиной Мане. Это вот просто раскрывается какой-то вот феерии. Это феерия, это невероятная, насыщенная красота, торжество парфюмера. Вот это вот просто торжество парфюмера. Я даже вот сейчас сказала парфюмера, и сразу у меня чик, зюскин парфюмер. Это вот именно то, что Гринуй вылил из последнего вот самого такого своего решающего маленького флакона. Это вот, мне кажется, что-то такое должно было бы быть. Ну, я так вижу, я так вижу. Бесподобно. Нереально красиво, очень стойко и очень шлейфово. Если мы говорим о этом королевском поистине парфюме и этом, у них один хозяин, Дмитрий, и вот он их смешивает. И когда он их смешивает, получается тоже очень здорово, очень здорово, очень красиво. Я не знаю, у сколько, у скольки людей найдется вот именно сочетание двух этих ароматов, да, в их парфюмерном шкафу, да. Но если оно у вас есть, этот аромат и этот аромат, попробуйте, попробуйте их нанести вместе. Потому что я сегодня тоже это попробовала, сюда-сюда, и все. И в школу не пойдем. Но это правда очень красиво. Это очень красиво. Но если мы говорим про Металликус, то отдельно он, ну, скучноватый. Это, конечно, и в отдельности просто невероятно роскошный парфюм. На этом все. Мое видео подошло к концу. Как смогла, рассказала, надеюсь, передала все свои эмоции на 100%. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Напишите, если вы знакомы с этими ароматами, если они у вас есть, если они есть у ваших мужчин, у ваших друзей, мужей, не знаю, партнеров. Очень интересно ваши впечатления на них. Если они есть у вас, в том числе, конечно же. Я так дергаюсь, потому что здесь летают какие-то мошки. Простите. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok